Сегодня пришли в московский манеж на московскую международную книжную выставку-ярмарку. Меня зовут Дмитрий Лобанов, я руководитель издательства «Книжный мир». Я сейчас расскажу об общем порядке нашей встречи. Сначала Андрей Ильич скажет вступительное слово, расскажет о книгах. И потом мы постараемся каждому из вас предоставить, задать вопрос. Просьба вопроса задавать в микрофон, я буду к каждому из вас подходить, и вы в микрофон будете задавать свой вопрос. По поводу приобретения книг и автограф-сессии. Здесь, в этом зале, у нас не так много времени. И мы с Андреем Ильичом и желающим кто из вас, я приглашаю к нам на стенд, это издательство «Книжный мир», Дмитрий Четыре. Вот если кто посмотрит по вашу левую руку, вы увидите длинные торговые ряды издательства «Эксмо». Вот мы находимся за ними, это очень близко отсюда. Я приглашаю к нам на сцену русского историка Андрея Ильича Фурсова. Ну вот из того, что Дмитрий Викторович сказал, я хочу напомнить. Посмотри, с моей камерой. Так вот, хочу дополнить. У меня есть знакомый один, он автор очень многих книг о всяких закрытых обществах. Но поскольку эта информация была, я не думаю, что она и в секрете, но поскольку информация была в таком личном порядке, я не буду называть его имени. Значит, вот он живет в принципе в Канаде, а во время коронависия просидел в Мексике, вернулся в Канаду. И вот сейчас он будет перебираться в Мексику. Потому что та степень, с одной стороны, контроля, с другой стороны, испуга населения, они совершенно запредельны. И, как он мне сказал, реальная человеческая жизнь перемещается в те части третьего мира, где, ну, в общем, минимум криминала, с одной стороны, а с другой стороны, остались живые люди. Потому что, говорит, когда идешь по улице с дочерью, к тебе подходит полицейский и говорит документ, почему вы идете рядом, он говорит, это моя дочь, а документы есть, документов нет, значит, 300 долларов штраф. Или, скажем, у его родителей, вы знаете, в американских домах, сзади такие небольшие, но такие... Андрей, одну секунду, я прошу прощения, что вас перебивают. Я просто не рассказал ту историю. Да, давайте еще раз начнем. Мне позвонила моя одноклассница, которая с мужем в конце 80-х, в начале 90-х уехала на ПМЖ в Соединенные Штаты Америки, ну, и в таком чисто бытовом разговоре, как дела, как наши одноклассники, как друзья, как дети, как внуки. Я спросил у нее, слушай, ну, вот БЛМ, вот эти все события, которые с конца мая развиваются в Соединенных Штатах, это шутка или нет? Может быть, это наша пропаганда что-то накручивает, может, нас пугает не выходить на улицы там в России. И это милейшая, интеллигентнейшая женщина. Говорит, Дима, это не только не шутка, это очень страшно. Мы на пороге гражданской войны. Мы с мужем, а это еще раз повторю, милейшие, интеллигентнейшие, с научной интеллигенцией люди, говорят, мы впервые в жизни пошли на курсы владения огнестрельным оружием, и тоже у них есть курсы новые, как оборонять свой дом. И вот отсюда продолжение Андрея Ильичу и книга Томаса Читама «Вторая гражданская война в США», в которой Андрей Ильич написал фундаментальнейшее большое интервью. Андрей Ильич, вам слово. Так вот, значит, и родители вот этого моего знакомого, они сидели на этой самоизоляции, которая на самом деле домашний арест. Ну вот, ну они вышли просто подышать воздухом, посидеть около своего дома. Буквально через 5-7 минут приехала полиция, потому что соседи позвонили и вызвали полицию. И вообще вот те меры, которые предпринимаются, скажем, там, в Австралии, в Канаде, ну они запредельны. Я в свое время в конце мая записал такой ролик «Собянинский апартеид», но по сравнению с тем, что делается, скажем, в Австралии, в Канаде, в некоторых европейских странах, в странах Собянинский, это, так сказать, просто гуманизм, при том, что для человека, живущего в России, это, вот, так сказать, просто кошмар. И меня больше всего поразила та степень готовности подчиняться, готовности быть покорными, которая проявлялась во время коронабесии и во время, так сказать, там, вставания на колени перед неграми. Вот это меня больше всего поразило отсутствие, так сказать, такой самости и желания, когда тебе говорят, там, чтобы ты встал на колени, так сказать, сказать, а не пошел бы ты нахрен. И вот эта поразительная совершенно готовность подчиняться, она меня просто, так сказать, убила. И мой, вот этот хороший знакомый, он абсолютно прав, что реальная человеческая жизнь перемещается действительно в страны типа Мексики, в наиболее развиты, арабские страны. Не скажу, в Китае, там тоже народ, так сказать, заинструктированный. Но, тем не менее, реальная жизнь уходит на периферию. Так же, как в конце Римской империи, вырождавшейся Рим, люди свидетельствовали о том, что реальная жизнь уходит в ту двухсоткилометровую зону, которая разделяет варварский мир и мир Римской империи. Я не буду говорить вот об этих, так сказать, книгах, которые только что пришли. Единственное, вот эта книга сильно расширена по сравнению с первым изданием. И я лучше чуть-чуть расскажу вот об этой книге, о книге Читтама. Кстати, мои коллеги из канала День ТВ раздобыли его в Америке. По-видимому, в октябре я возьму у него интервью. Потому что человек он очень интересный. Поскольку в 96-м году написать, что в 2020-м году в Америке начнется вторая гражданская революция, я только еще одного человека знаю, который вот примерно то же самое предсказал. В 1989-м году по осени Эммануил Валерстайн, отец основатель миросистемного анализа, приехал ко мне в гости, в Подмосковье, где я живу. И мы разговаривали. Мне никогда этот Горбачок не нравился, но в 1989-м году он уже просто тошноту вызывал. Я ему сказал все, что я думаю. На что Валерстайн сказал, говорит, ну, вы знаете, я думаю, нашу Америку ждет тоже перестройка. Только в отличие от вашей она будет, скорее всего, кровавой, потому что у нас классовая, замешана на расовая. Я его спросил, ну, Эммануил, а когда вы думаете, у вас будет перестройка? Он говорит, ну, я думаю, ты не позже 2020 года. То есть вот он и Читтам попали в точку. Самое интересное, что Читтам, он компьютерщик, вьетнамский ветеран, и он не относится вот к эстеблишменту профанно профессорской науки, поэтому многие вещи он очень-очень грамотно увидел. Я очень рекомендую вам его книгу. И, к сожалению, вот есть книга замечательная на английском языке, она не переведена на русский язык, вышла недавно. Называется она «Как поколение бэби-бумеров предало Америку». Сейчас автор у меня выскочил из памяти, но книга совершенно шикарная, «Как поколение бэби-бумеров предало Америку». Если интересно, я просто посмотрю на полке фамилию автора, и у себя в группе ВКонтакте попрошу вывесить название. Те, кто читает по-английски, в общем, не может добраться до этой книги, там очень грамотно написано, расписано, как именно вот это поколение бэби-бумеров привело к тому, что происходит сейчас в Соединенных Штатах. Я думаю, что больше времени занимать не стоит, у нас его и так не так много, поэтому, если есть вопросы, я на них постараюсь ответить. Пожалуйста. Поднимайте руки, у кого есть вопросы. Андрей Ильич, тогда первый вопрос от меня. Ваши прогнозы на выборы в Соединенных Штатах? Вот это вот, мне очень нравится эта фраза из конька-горбунка, «Ашна я пророк». Вот, вы знаете, 50 на 50. Но мне совершенно понятно, что ни одна из сторон не признает своего поражения, и это означает, что будет серьезно. Сейчас за Байдена брошены огромные силы, огромные деньги. Китайцы вложились активно в Байдена, потому что с Трампом у них не получается, и они полагают, что с теми силами, которые стоят за демократами, они договорятся. Я очень рекомендую вам посмотреть в интернете, в Википедии английской, людей с фамилиями Салливан и Блинкен. Это те люди, которые руководят вот этим синильным, придурочным Байденом, которого вообще-то людям стыдно показывать, но вот реально за ним стоят эти люди. И, конечно, Камала Харрис. Вот это, если Байден победит, то это, по-видимому, следующий президент Соединенных Штатов. Мой хороший, очень знакомый коллега Константин Черемных еще в 2017 году мне сказал о том, что вот это, Камала Харрис, это вот на будущее, закладка на будущее американской элиты, той, которая, в общем, готова к жестким действиям и внутри страны, и на внешней арене. И вот эта компания, она очень такая зловещая. И то, что китайцы вложились так в Байдена, в общем, это серьезная такая очень гирька, но может получиться всяко. Я сейчас сказал бы 50 на 50. И поскольку ситуация неопределенная, здесь может сработать эффект бабочки. Буквально какое-то, ну, случайное событие в условиях равновесия может сработать в ту или иную сторону. Трамп, безусловно, нам абсолютно не друг. Поэтому, меня удивляют те наши думаки, которые радовались, когда победил Трамп. Но то, что противоположная сторона, противостоящая ему, но они совсем не друг, а просто враг, это тоже совершенно очевидно. Поэтому, не дай бог, если победит вот эта компания. Потому что, повторяю, Байден, это просто фронтмен, это, так сказать, старичок, такой дуримар, которого, так сказать, выставили на первый план. За ним стоят значительно более серьезные, агрессивные люди. Что? Вопрос задаем микрофон. Я же объявлял. Андрей Лидович, здравствуйте, меня зовут Руслан. Можно? жить в нашем мире. Я задам вопрос, такой, как, ну, я считаю, что в нашем мире все связано, в принципе, все связаны события. И, хотелось бы, вот, уточнить такую информацию. В одном из роликов вы говорили, что царские генералы, они объединились большевиками и произвели, грубо говоря, освобождение, восстановление нашей империи. В каком-то виде. Как вы считаете, в нашей стране вообще остались ли генералы? Хороший вопрос. Значит, что касается, что касается вот этого тезиса о генералах, это, мы только что, наш институт выпустил книгу Беляева «Деструкция номер 1917». Первый тираж разошелся, сейчас будет второй. Там все это расписано. Что касается генералов, сказать, есть ли генералы у нас в стране? Ну, вот Олег Маркеев в книге «Неучтенный фактор», посвященный политическим событиям в России 2016 года, книга написана, но он там обнаружил двух генералов, которые совершают переворот и вытаскивают Россию. Знаете, я не очень хорошо, так сказать, представляю эту ситуацию из того, что я знаю, но вот я таких не вижу. Я могу ошибаться. Дмитрий Ильич, здравствуйте, меня Павел Заводов. Скажите, пожалуйста, прав было в том числе Булгаков, когда писал «Собачье сердце», и в том числе когда... Слышно? Скажите, пожалуйста, прав был Булгаков в том числе и после прихода советской власти с учетом ускоренной такой урбанизации, что в определенной степени произошла олимпинизация нашего общества? Спасибо. «Собачье сердце». Да, конечно, 20-е, 30-е годы, конечно, и те люди, которые рванул из деревни в город, кроме того, нужно учитывать, что происходило у нас во время мировой войны, во время гражданской войны. произошла не люмпинизация общества, произошла одечение, архаизация общества, неоварваризация. Непп — это жуткая совершенно вещь. И Олеша в романе «Зависть» — это лучший роман о Неппе, написанный у нас в стране, я очень рекомендую всем его. В этом романе Олеша показал, как Проспера и Типула превращаются в новых толстяков. Так вот, значит, произошла действительно архаизация. Не столько даже люмпинизация, сколько архаизация. Вот из деревни рванули люди в город. Но нужно помнить, что вот эти люди, которые стартовали, у них был низкий старт, из них, в общем-то, из значительных частей и вырос советский человек, модальный тип советской личности, который сломал хребет вермахту. Вы знаете, вообще в истории во время переломов очень часто происходит следующее. Высокая культура, утонченная, заходит в тупик. И прорыв происходит как раз в такой очень, ну, в общем, можно сказать, дикой части общества. Вот смотрите, в 16 веке Эразм Роттердамский и его друзья, они смеялись над Лютером, который бросал чернильницы, в черты, которого он видел, потому что он был средневековый человек, и для него это была реальность. Они называли Лютер и его друзей Вири Абскури, темные мужики. Но дело в том, что поздняя схоластик, это был тупик, как ренессанс поздний. А вот реформация, при всех ее, так сказать, жутях и ужасах, это и был рывок в будущее, который обеспечил Европе 400 лет процветания, который уходит, который породил Запад, который сейчас уже превратился в постзапад. Так что, вот у нас произошло примерно то же самое. рванула целая, так сказать, масса из деревни, из низов города, и часть из нее перековалась в тех людей, которые выиграли войну, которые восстановили страну в 50-е годы и которые полетели в космос. Раз, раз, слушай. Андрей Ильич, добрый день. Хотел вопрос такой задать. Часть того, как пересыпка к Америке начала преклоняться перед... Покров, поднеси поближе. Сейчас слышу, да? Да. Перед тем, как Америка стала преклоняться перед неграми, произошел случай в 2019 году, когда первым приехал в Южный Судан Папа Римский и поклонился президенту Южного Судана. Вот, я как-то связываю эти события, но как объяснить то, что у католика Папа Римский себя обществляет к безгрешным, да? При этом он взял, приехал и покаялся перед неграми. Как вот это связать? И плюс, еще такое событие произошло 25 декабря 2019 года. 25 яхт, крупнейших яхт, это, видимо, олигархи, собирались в Карибском море. Это Рождество по католическому календарю, да? Это события все увязанные как-то идут. И как объяснить вот это поклонение Папы Римского неграм? Вы знаете, я думаю, что все-таки эти события не увязаны. Что касается то, что Папа Римский поклонился... Нужно помнить, что Папа Римский нынешний иезуит. Для него, сказать, поклониться это вообще, это абсолютно ничего не стоит. Это иезуит, это нужно помнить. Значит, второй момент, что касается вот этого поклонения, не поклонения неграм, ну, для... в Америке, ну, для верхушки американской это игра. они пытаются, сказать, негра-нацизм использовать для того, чтобы разгромить ту социальную базу, которая есть у Трампа. В верхушке американская, хотя они там совали на одно колено в Конгрессе и тоже стояли 8 минут 46 секунд, ровно столько, сколько придерживали вот этого, так сказать, бандита. Вот. Это ничего не значит. Но обратите внимание, как только начали разворачиваться вот эти негритянские бунты, среди негритянской толпы оказалось очень много белых, которые которые руководили этим процессом. Поэтому негров используют, просто сказать, как пехоту, как то мясо, которое должно уничтожить социальную базу Трампа. Кстати, примерно примерно тот же процесс, в общем-то, ну, пока миграционный кризис в Европе так приостановил слегка, но в принципе такой же процесс развивался и в Европе. Так что к этому нужно относиться, вот я полагаю так. Андрей Ильич, добрый день. Вопрос такой. Андрей Ильич, вот здесь, вот здесь. Да. Вот вопрос такой. Уже много лет, ну, где-то 20, где-то меньше, центральные банки ведущих стран перешли на отрицательные ставки. Означает ли это формальный признак конца капитализма? Спасибо. Вы знаете, формальным признаком конца капитализма, я вижу в другом, не с кинемки финанса, это очень важная часть. Но для меня признаком начала конца капитализма я вижу в другом. Значит, смотрите, это зависит от того, как мы определяем, что такое капитализм. Ну, так сказать, ну, в вульгарном марксизме, в вульгарном либерализме капитализм определялся как, ну, просто триумф капитала. Это неверно совершенно. Капитализм – это сложная социальная система, которая должна обеспечить постоянное накопление капитала, что возможно только с экспансией в пространстве, и ограничение. Вот это очень важный момент. Ограничение, так сказать, капитала в его же долгосрочных и целостных интересах. Именно для ограничения капитала в его долгосрочных и целостных интересах с середины 18-го, с начала 18-го века существуют наднациональные структуры мирового согласования и управления. Это ни в коем случае не мировое правительство, оно невозможно. Это структуры, которые ограничивают капитал. Так вот, в середине 70-х годов начался демонтаж тех институтов западного капиталистического общества, которые ограничивают капитал. Государство, политика, гражданское общество, массовое образование. И вот этот процесс пошел с середины 70-х годов. То есть, был включен механизм деградационной эволюции. Кстати, с середины 70-х годов был включен механизм торможения научно-технического прогресса на Западе. Поэтому то, что происходит с финансами, вот с ЦБ, это просто, ну это не вишенка на торте, но это составная часть демонтажа капиталистической системы. Причем, произошло все значительно быстрее. В 96-м году я написал книжку «Колокола истории капитализма, коммунизма в 20-м веке». И я полагал, что вот те процессы, которые разворачиваются сейчас, ну это будут 2030-е, 2040-е годы, все уже происходит в 2010-е. То есть все идет значительно быстрее. Самое главное, в чем я вижу финал кап-системы, она съела свое время. Капитализм как система, он похож в этом отношении на антично-рабовладельческую систему, но не на феодализм, это социально-интенсивная система, а не античная, как капитализм, социально-экстенсивная. Он может только расширяться, потому что как только мировая норма прибыли, падала, капитализм вырывал кусок из некапиталистической зоны, превращал ее в капиталистическую периферию, и все начиналось сначала. В 80-е и 90-е годы зон некапиталистических не осталось больше. У нас бандитский капитализм, в Китае очень специфический китайский, но самое главное, больше зон свободного для капитализма не осталось. Кто-то скажет, ну капитализм теперь будет интенсивным, но дело в том, что интенсивный капитализм, это не капитализм, вот часто появился такой термин surveillance capitalism, капитализм наблюдения, капитализм контроля, но это уже не капитализм, поскольку при капитализме отчуждается капитал, а веществленный труд, который реализует себя как самовозрастающая стоимость. Когда у людей чуждают то, что называется, Маркс называл духовными факторами производства, когда контролируют их поведение, и объектом отчуждения становится сам человек как цельная личность, это уже посткапиталистическое общество. Проблема заключается в том, что непонятно, каким окончательно будет лиг посткап-системы, поскольку это вопрос борьбы. Помимо прочего, вот именно поэтому сейчас такая острая борьба в Соединенных Штатах. Это не по поводу Соединенных Штатов, это по поводу того, кто будет рулить в посткапитализме. Андрей Ильич, здравствуйте. У меня второй вопрос. Сначала был Майдан на Украине, потом сейчас в Беларуси. У вас есть какая-то информация по Казахстану? Что-нибудь там готовится или нет? Не готовит ли Казахстан к какому-нибудь русофобскому страну? Вы знаете, я по Казахстану, я знаю только что, то, что я знаю из телеграм-каналов и из каких-то источников своих. По логике, Казахстан должен быть следующим. Это по логике. Тем более, что в Казахстане очень такая интересная ситуация. Там очень активно присутствуют китайцы, но так же, как и на Украине, где мы все зациклены на американцах, там на самом деле очень большую роль играют британцы. Они очень ловко стоят за американцами на Украине и за китайцами в Казахстане. И здесь, нужно посмотреть, как будут дальше события развиваться. Поскольку у них обломилась Белоруссия, я думаю, что вот этот вот английский от Белоруссии до Казахстана он не получается. Но поскольку вот этих друзей очень-очень хорошо, логично предположить, что следующий удар будет нанесен через Казахстан. Хотя здесь им придется договариваться с китайцами. И этому, конечно, благоприятствует ситуация в самой казахстанской релите, где идет такой ряд очень интересных процессов. Добрый день, Андрей Ильич Центрик. Вопрос. Турция, Катар, Иран. Связка с одной стороны, с другой у нас ОАЭ и Израиль. Вот, недавняя сделка, которая между ними последняя была заключена. Вот, что это такое? Это уступка со стороны арабского мира Израилю? Или это на фоне борьбы Байдена и Трампа, что Байден будет выигрывать, то есть возвращаться к про-обамовской стратегии немаксимального давления, в отличие от Трампа. Вот. Плюс еще уступка ОАЭ, Израиля, прошу прощения, что они не трогают голландские высоты. И по палестинскому вопросу тоже они уступают. Хотя, с одной стороны. Вы знаете, у меня поверхность, с этой стороны, при поверхностном взгляде, скорее второй вариант. Но я не спец в этом вопросе, поэтому я вам не могу ничего подсказать. Я могу только высказать свое поверхностное мнение. Второй вариант скорее. Андрей Ильич, здравствуйте, у меня Алексей Завутин. Я хотел бы про онлайн события поговорить. Вы несколько лет назад предугадали события с Навальным. Ну, многие так по комментариям пишут, вы его сравнили с историческим персонажем и в принципе с Навальным. на данный момент времени мы все видим, какая у нас возня происходит вокруг этого персонажа. И хотелось бы задать вопрос, что это? Это междоусобная борьба или все-таки это многоходовка третьих лиц? Спасибо большое. Ну, я думаю, что совпадение истории с Навальным с белорусскими событиями не случайно. Это ответка, которая прилетела. Безусловно, власти нашей, главному начальнику, это совершенно не нужно. то есть здесь нужно кому выгодно. Ясно совершенно, что власти не выгодно. Это выгодно тем, кто работает против нынешнего российского режима. И повторяю, это не случайно совпало с белорусскими событиями. Это как, вот сказать, в бессильной злобе. А вот нафиг. Вот. Причем, обратите внимание, вот когда-то убили Юшенкова. Человек известный, но нафиг никому не нужный и не опасный. То же самое с Немцовым. Человек абсолютно безобидный для власти, но знаковый. То же самое с Навальным, который во многих отношениях был очень, очень нужен власти, потому что его можно было использовать. И обратите внимание, как, я просто видел испуг нашей власти, когда произошла эта история. Вот вам еще один, это самый, там, скрипали и так далее, и так далее. Так что, ну вот, таким образом. Андрей Ильич, здрасте. Я по вашей рекомендации почитал книжку Маркеева «Неученный фактор». И есть такой вопрос. А вот главный герой принадлежал к интересной организации. Тогти-орла. Вот, да. А вы считаете, это сейчас реально в России? Или это чисто фантазия? Нет, я думаю, что это нереально. Вот. А что касается Маркеева, то я в октябре собираюсь записать большую передачу обо всех книгах Маркеева, подробно рассказать, потому что там есть интересные, очень интересные вещи. Андрей Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. В одном из последних выступлений вы в очередной раз задали вопрос. Если России суждено сохраниться как державе, и впервые ответили на него, что да, я думаю, что России суждено сохраниться. у него просто на чем основано ваше суждение? На каких доводах? Вы знаете, ну, есть иррациональные, есть рациональные. Ну, первое, я советский офицер. Я не могу думать по-другому совершенно. Мой отец расписался на Рейхстаге, и я буду думать, что Россия не сохранится, это просто невозможно. Значит, это, ну, так сказать, такая вещь. Ну, не для того он, он и такие, как он расписывается на Рейхстаге, чтобы все рухнул, чтобы какие-то уроды пришли и все поломали. Значит, что касается рациональных вещей, я понимаю, что это недостаточные условия, недостаточные условия необходимые. Смотрите, в русской истории Россия трижды выскакивала из кризиса в безнадежных ситуациях, используя себе на выгоду мировой кризис. Она как серфингист проскакивала, и нынешняя ситуация, так сказать, тоже, так сказать, может быть такой. Но ведь кризис это не катастрофа, кризис это возможность. Правда, для того, чтобы реализовать эту возможность, нужно, вот смотрите, ведь советское руководство в 29-33-м годах фантастически использовало кризис. Мы вылезли на этом кризисе, потому что мы сыграли на противоречиях и американцы нам строили промышленность не за красивые глаза, потому что их придавили британцы так, что им нужно было куда-то капитал вкладывать. Но нужно помнить, что для выхода из кризиса нужны целый ряд условий. Что было у советского руководства в конце 20-х, до 30-х годов? Мировой проект на основе коммунистической идеологии. Мировой проект. Не подъем России, а подъем всего мира. И это сработало. Дальше. Мощная промышленно-научная база. В 30-37 году Советский Союз обеспечил военно-промышленную, не просто промышленную, а военно-промышленную автаргию по отношению к капиталистическому миру, оставаясь аграрной, индустриальной страной. Индустриальной страной мы стали уже после войны. Дальше. При том, что режим был крайне жестокий, он другим быть не мог совершенно, он вырос из войны. При том, что режим был жестоким, там было единство власти и народа. Власть не чувствовала, что она оторвалась от народа. И при том, что власть была жестокой. Но вы знаете, как говорил по этому поводу Александр Александрович Зинкопев, самая жестокая в истории власть, это власть народа над самим собой, неопосредованная ничем. Так что народная власть, народный социализм, штука, штука жестокая. Номенклатурный социализм, начиная с Брежнева, из Познего Хрущева, он более мягкий, но он гнилой. Вот в чем проблема. И он не развивается по восходящему аттрактору. И, наконец, была еще одна очень важная вещь у тех людей, которые в 30-е годы, как терфингисты, использовали мировой кризис. Это натренированность, я бы сказал, даже надрессированность условиями гражданской войны и политической борьбы за власть насмерть в 20-е годы принимать нестандартные решения. Это вам не бабло пилить и не распиливать государственную собственность. То есть для того, чтобы преодолеть кризис, ну, целый ряд условий. Но, опять же, группы и субъекты, которые выскакивают и вытаскивают страну кризиса, они, как правило, появляются внезапно. Возникает необходимость. И именно так в русской истории случалось. Ну, и, наконец, еще одна вещь. Мы живем под давлением постзапада. Все вот эти последние, даже последние 10 лет советского общества, Горбачевщина, это жизнь под давлением запада. Но западу сейчас становится не до нас. Он, например, уже превратился в постзапад. И это хорошая новость. Поэтому целый ряд условий общих работает на то, что Россия выскочит из этого кризиса. Я не думаю, что она выскочит в хорошем состоянии, но думаю, что она выскочит. Здравствуйте, Андрей Ильич, меня зовут Евгений. Разрешите вначале поблагодарить ваш за вас деятельность. Спасибо. Вопрос такой. Есть такое мнение, что еще Аристотель запрограммировал за спиной Александра Македонского развитие цивилизации. И, собственно, вопрос по теме логики намерений и логики обстоятельств. То есть, получается, его логика намерений все-таки была лидирующая в том историческом периоде. И вопрос, собственно, о том, как вы считаете, сейчас чья логика намерений ведет будущее человечества в трансгуманизм? И существует ли какая-то, по вашему мнению, универсальная таблетка? Или все-таки это общество будет рождать ответ на трансгуманизм? Спасибо. Спасибо. Во-первых, я сомневаюсь, что Аристотель задал некий вектор. Я сомневаюсь в этом. Что касается логики, которая ведет к трансгуманизму, дело в том, что эта логика не единственная в современном мире. Мир находится действительно в состоянии кризиса. Но, как показывает история, послеантичная, послефеодальная, никогда не бывает одного выхода из кризиса, потому что речь идет о борьбе. Смотрите, в Западной Европе, я очень люблю этот пример, Западной Европы, очень наглядный. Из кризиса феодализма было три выхода. Немецкий, французский и английский. Все три выхода, разница между двумя выходами была обусловлена тем, как сложились отношения в треугольнике корона, сеньоры, крестьяне. То есть, какие два угла объединились против другого и придавили. Получилось три разных выхода. Поэтому получилось три разных формы государственности в Европе. Ну, например, во Франции это высокоинсоциализированные государства, отделенные от господствующего класса. И сама, сама вот эта структура, она задала свою систему самоотрицания. Во Франции развивались очень долго анархистские и синдикалистские партии. Комистическую партию создавали как раз синдикалисты во Франции. В Германии, где в результате социальной борьбы оформилось высокоинсоциализированное государство, но связанное с господствующим классом, там форма антисистемной борьбы была социал-демократия. Вот следующий вектор. В Англии, где в результате войны алый и белый рост, 30% верхушки было вырезано и нужно было пополнить, разрешили богатым крестьянам покупать титулы. Возник уникальный слой джентрии. Это открытая землевладельческая элита. И в Англии возникло слабо инсоциализированное государство, отделенное от господствующего слоя. Поэтому там главной формой борьбы был трагиунионизм. Поэтому во Франции партии создавали профсоюзы, а в Англии профсоюзы создавали партии. Вот мы сейчас видим, в современном мире идет острейшая борьба за будущее. И в книге «Водораздел» я написал о том, что в двух регионах, на мой взгляд, может я ошибаюсь, будущее уже отстоялось. Там ничего другого не будет. Чисто количественные вещи. Это Африка, где победила неоархаика. И Китай с его социальной системой и социальных рейтингов, которая вот эта вся электронная система, она очень хорошо легла на традиционный китайский стук и слежку друг за другом. В пяти регионах будущее варится Латинская Америка, на которую я очень-очень рассчитываю. От Штаты вместе с Великобританией Западная Европа, очень плохой такой вариант, Арабский мир и Индия. И мы. Вот здесь будущее дано. Я думаю, что оно предпьется в ближайшие 20-30 лет, хотя все может быть быстрее, потому что опыт моих колоколов в истории показывает, что все сжимается значительно быстрее. Вот таким образом. Андрей Ильич, добрый день. Добрый день, священник Виталий. Вопрос такой. Сейчас все мы с тревогой смотрим будущее, строим прогнозы. В будущее пытались взглянуть и многие мыслители наши, прежние, прошлого века, позапрошлого. У нас в России большое наследие философской мысли. Взять, к примеру, славяна Филов 19-го века, западников или, скажем, хомяков, такими, ну, все мы знаем, или философ Ильин, Иван Ильин 20-го века. Хотелось бы спросить, как вы относитесь к их творчеству и насколько актуально их творчество в наше время, насколько они могли заглянуть в будущее и правильно ли их прогнозы, насколько актуально их творчество. Знаете, ну, также можно спросить, а вот насколько актуален гей, например, или насколько актуален конд. Дело в том, что, знаете, Жорес говорил, взять из прошлого не пепел, а огонь. Мне кажется, что очень многие мыслители 19-го, да и уже 20-го века, они жили в относительно спокойное время, они жили в эпоху восходящего капитализма. И хотя Россия не была капиталистической страной, но она все равно была подключена к культуре эпохи модерна. Сейчас общество ломается. То, что произошло в последние 50 лет, на рубеже 60-х, 70-х годов, западная верхушка по своим причинам, советская верхушка по своим, они притормозили, затем повернули спять научно-технический прогресс. И восторжествовала деградационная логика. Я не знаю, насколько мыслители, которые жили в восходящую эпоху, насколько они могут быть полезны для понимания нашей эпохи. Но в любом случае, все эти технологии интеллектуальные, их нужно изучать. обязательно. Потому что может вдруг попасться то, неожиданно, что сработает. Я приведу один только пример. Сразу же после окончания Второй мировой войны, когда была создана корпорация РЕНД, Трумэн собрал ведущих ученых, как бороться с Россией, с Советским Союзом. Там присутствовали Тейлер, Джон фон Нейман, ну и все говорили о химическом оружии, ядерного оружия. Джон фон Нейман, патриарх американской науки, сказал, нет, вы знаете, у меня другой подход. У русских есть такая вещь, которая сильнее ядерного оружия, химического оружия, это организационное оружие. Он тогда впервые употребил этот термин. Говорит, организационное оружие создал великий политтехнолог Владимир Ленин. Это оружие называется партия нового типа, партия профессиональных революционеров. Вот ее и нужно изучать. Трумэн дал команду создать группу, которая должна была обобщить опыт партии профессиональных революционеров. Доклад назывался организационное оружие. Его рассекретили только в 2005 году. Задача была обобщить опыт и направить его против Советского Союза. То есть, казалось бы, в 1950-е годы Ленин сформулировал идеи партии нового типа работе, что делать, 1902 год. И, тем не менее, прошло 50 лет, и это сработало. Я полагаю, что нужно очень внимательно относиться, так сказать, вообще к наследию прошлого, но нужно помнить, что те проблемы, которые сейчас стоят перед нами, они не стояли перед этими людьми. Но, с другой стороны, я полагаю, что нужно обратить внимание на людей, которые жили в переломной эпохе и которые уловили какие-то вещи, связанные с переломом, когда век вывихнут. Ну, вот так. Дорогие друзья, я прошу прощения, что не всем предоставил возможность задать вопросы Андрею Ильичу. Наше время заканчивается. Давайте поблагодарим Андрея Ильича за эту очень интересную встречу. Спасибо.